Петербургского военного округа Отвечался определенного рода вспыльчивостью и неуравновешенностью Страшно поскандалил с одними сотрудниками военного министерства Оскорбленный сотрудник сказал, что если не потребует, если не последует извинение, он застрелился Наследник удовлетворения этой просьбы отказал, обиженный, застрелился Александр II был спешен до крайности и заставил своего наследника идти за гробом к самоубийце От места прощания до самоубийца Дополню, это история как бы известная Дело в том, что оскорбленный, а почему оскорбленный, это был молодой офицер Он по всем законам, статусам, он не мог вызвать обидчика на дуэль Если он являлся царской кровью, он не мог И он не мог как бы спустить И он обратился к будущему Александру III Он сказал, что поскольку вы меня незаконно, ну как незаконно, безвинно оскорбили Я вас не могу вызвать на дуэль, но оскорбление смывается кровью Поэтому либо вы прилюдно придобно изминитесь, либо я вынужден буду застрелиться Я не могу обесчищенным жить Тот расхохотался там, да, и ушел Тот застрелился Когда доложили Александру II, тот был в бешенстве Все вроде бы как так оно не было Ну, на престоле Санфетия вступил в трагическом событии 1 марта 1861 года Вот, прожил и процарствовал он относительно недолго 13 с небольшим лет Скончался в октябре 1894 года в левогическом борце На руках своей семьи и ближних От острова некроза почек Вот выступает, может быть, самый интересный момент в истории Александра III Но помимо того, что он остался миротворцем И не позволил России втянуть в одну войну По всем официальным данным Нефрит, переросший в некроз тканей Вольцин III развился вследствие знаменитой железнодорожной катастрофы в Борках Я сейчас не могу точно сказать дату Спасибо, что произошло в 1886-1862 год Тогда еще была распространена информация о том Что Сайд на своей спине держал крышу вагона Для того, чтобы из вагона могли еще из бреши проломом выйти Его родные и близкие, его семья Но здесь действительно могло произойти то самое опущение почек Которые происходят, когда человек из себя ведет слишком непосильную тяжесть Организм не выдерживал его Вот в ходе, после этой катастрофы, в ходе ее расследования Впервые на всероссийский уровень популярности известность Среди августейших хранили И из вора выходит среди величезидителей Который в то время работал на железной дороге Как раз вот это на Харьковском Харьковском или Допольском Не помню, кажется так Железной дороге По всем официальным данным Это была железнодорожная катастрофа Которая приношла ей благодаря неисправности войти Ну, в 1956 или 1957 году Фонд наследия русской эмиграции в Нью-Йорке Обзавелся после долгих уговоров мемуарами барона Таунда Отец которого в те годы Был он в религии на Министерстве Пересообщения Либо, во всяком случае, одним из чинов Ответственность за состояние Железнодорожных путей И в частности, в первую очередь, как раз Тасских поездов лидерных Так вот, по воспоминаниям Тауга Они вышли очень маленьким сражом У нас в России, по-моему, не больше 600-600 эземпляров А причиной катастрофы в Борках Все-таки был настоящий теракт Полноценно Официальную версию Были вынуждены пустить в ход По тому, чтобы не разжигать страстей Только что 5-6 лет тому назад После длительной, публичной Известной, или старшей известной На весь мир, на всю Россию Травли Александра Второго У него было еще не совершено И после того, как вроде бы все уже уверились Что террористическое движение В России затравлено Заглушено окончательно Дать понять, что террористы Были буквально в полушаге От убийства царской семьи Это впечатление приемлемо Там он очень подробно описывает Эту всю ситуацию Его отец был снят со всех должностей И отправили в отставку У меня, без всякого подсчета Но, оказывается, была приватная встреча Александра Третьего С отценталом На котором ему объяснили Мы вынуждены поступить так Поэтому большая просьба Принять эту тяжесть и перенесение Отец там это сделал Но после этого прожил в виду Вот И буквально еще два слова По поводу С Кобелева Можно? Вот Дело вот в чем Популяризация этой персоны И тех событий, в которых Человек принимал участие У нас в любви занимался Борис Абольдом Читаясь смертятились Да Ну так вот Гибель С Кобелева Приписывалась То немецкой разведке А то и действиям Священной дружины Так называемого Аристократического Боевого отряда Который поставил себе целью Реодацию всех элементов Способных угрожать Стабильность монархии Династии Дело в том, что Михаил Дмитриевич В воле и неволе Отчасти и воле Он начал подвигаться На роли русского буланджа Вы, наверное, знаете Что после гибели Наталья III Во Франции Шла Долгая Тяжелая Достаточно Острая Борьба За то Какой страной жить Монархического управления Или республиканского Ну и вот В конце 70-х Особенно в условиях И разгрома военного И условиях Военных побудок В 1875-1979 гг. В 1883 гг. На первую роль Начал подвигаться генерал Буландже Которого монархисты Уже по сути Дело Видели Улисинный регент И то основателем Новой династии Очень много было подозрений По поводу Михаила Дмитриевича Что он готовится И что он готовит Именно аналогичную роль Причем считалось Что в России Этот вариант Который по Франции Сорвался И прокатился В конце концов Буфана Дуда В церкви А в России Это в ряду кипрокате Похожу Один Голог И 인을